Всем привет! Это видео на канале Комфи и сейчас я вам расскажу про супер телефон или супер фичер фон или супер вообще всех убийца, который был представлен на выставке МВЦ 2016 в Барселоне. Мы сейчас здесь и одним из первых на него смотрим. Это CAT S60. Самая последняя модель и это именно тот защищенный телефон, каким он должен быть. Не обращайте внимания пока что вот на этот горбик, я сейчас расскажу зачем он. Но прежде всего про корпус этого телефона. Телефоны CAT всегда славились своей защищенностью, они могли отставать от других по характеристикам, но тем не менее вы могли с ним куда-то его кинуть, уронить и так далее. Этот телефон, как и любой другой из серии S, ориентирован прежде всего на профессионалов, будь то пожарные, полиция, строители. В общем все люди, которые связаны с какой-то опасной деятельностью, естественно за гаджеты переживать им надо в последнюю очередь. Этикет создает именно такие устройства, которые выдержат совершенно все что угодно. В частности эта модель первая в мире среди смартфонов, которая выдерживает погружение на глубину до 5 метров. Вы не выдержите, а он выдержит. И на этой глубине на нем можно делать фотографии, на него можно снимать видео. И это на самом деле круто. То есть он защищен очень-очень сильно. Естественно его можно ронять, он устойчив к различным давлениям и так далее. По характеристикам он уже опережает намного свои предыдущие модели, потому что там было вообще привет из 2010 года. Сейчас здесь топовый восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 617. То есть он не топовый по мощности, но это топ в своей линейке. Он достаточно энергоэффективный, но и достаточно производительный. И в паре с дисплеем, имеющим диагональ 4,7 дюймов и разрешение HD, не Full HD, этот смартфон позволяет добиваться очень хороших результатов даже в играх. То есть когда вы куда-то едете на новую стройку или на новое задание, вы сможете пошпилить во что-то. Это на самом деле хорошо. Плюс к этому здесь 32 гигабайта встроенной памяти, есть слот для карт памяти, есть целых 3 гигабайта оперативной памяти. В общем смартфон весьма хороший. Камеры тоже позволяют делать неплохие фото и видео. В частности здесь камеры на 13,5 мегапикселей. Опять же для такого рода смартфона очень хорошо. Если вы для себя его покупаете, вы сможете делать хорошие семейные фотографии. Ну понятно, это не топ уровень, но тем не менее. А если для тех, на кого он ориентирован смотреть, то можно сфотографировать чертеж, можно сфотографировать любую там обстановку, я не знаю. Но самая главная фишка этого телефона, это вот в этой дырочке спрятано. Называется тепловизор. Это первый в мире телефон с тепловизором. И вот на этом установимся поподробнее, потому что я, наверное, никогда так сильно не удивлялся технологиям, которые вот в таком компактном корпусе работают настолько профессионально и круто. В телефоне установлен Android 6 версии, Мешмеллоу, практически голый. Но CAT это, наверное, единственный производитель вообще в мире и среди всех, которые я знаю, для которых сторонний софт, который здесь есть в небольшом количестве, он просто нужен. Потому что если бы здесь был просто голый Android, от этого телефона не было бы никакого смысла. И одна из этих утилит это вот камера как раз для тепловизора. Мы ее запускаем и смотрим, что получается. Да, вы можете видеть реальную температуру людей, к примеру, лампочек и вообще всего, что излучает тепло. К примеру, сервер и так далее. Про кейсы я сейчас расскажу, но посмотрите, насколько круто это работает. Ну, реально, как бы технологии очень сильно опережают мой разум. Для чего это надо? CAT говорит, что, ну, в первую очередь, это, естественно, сделано для профессионалов. Если вы полицейский, вы можете увидеть машину и вы ищите преступника, вы не знаете, как давно он с нее скрылся. Тогда вы можете направить этот телефон на сидение и вы увидите, недавно там сидел человек или нет. Как это работает? Смотрите, стол сейчас холодный. Если мы посмотрим, он не излучает практически никакого тепла. Моя рука, она, как видите, горячая. HOT! Если я прислоню руку к столу, чуть-чуть подержу, я убираю руку со стола и вижу там отпечаток, который держится некоторое время. Таким же самым образом будет действовать и тепло от человека, который был где-то недавно. Есть много других кейсов для пожарников, для других специальностей, о которых я сейчас рассказывать не буду. Расскажу вам про те, которые вы можете использовать. Если вы ходите в магазин за хлебом или за любой другой выпечкой, вы можете прийти в магазин, чтобы не лапать все руками своими грязными. Направили телефон и посмотрели, какая булка самая горячая. Если вы вышли гулять с собакой и она вдруг куда-то скрылась, убежала, посмотрели, увидели, где собака. И таких на самом кейсов много. Один из самых крутых, наверное, это проверять утечку тепла из своего дома. К примеру, вам поставили стеклопакет, дует. Посмотрели, видите, куда уходит тепло. К примеру, проверять, где в вашем компьютере начался перегрев, чтобы не разбирать его лишний раз. То есть кейсов на самом деле много. Более того, когда вы делаете фотографию, вы можете перемещать после этого уже по готовой фотографии курсор и смотреть, какая температура в том или ином участке была, когда вы делали эту фотографию. То есть реально это удивительно. Плюс к этому всему смартфон, ну давайте будем честными, он очень сильно внешне отличается от других, но он не уродливый. Мне он действительно нравится. Он очень качественный, что в принципе логично. Он достаточно современный, технологичный и, кстати, будет стоить относительно недорого. Старт его продаж мировой ожидается в апреле. Пишите в комментариях, понравилась вам модель или нет и какие кейсы использования тепловизора в телефоне видите вы. И не забудьте подписаться на канал Комфи, поставить лайк этому видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok